На часах еще нет шести утра, на Соборную площадь начинают собираться люди. Слободские паломники готовятся к отправке в Великорецкий крестный ход. Давно уже хотел сходить, никак не получалось. Чем привлекает именно вот этот? Ну, сложность вообще похода, то, что очень длительный. То есть, ну, как бы такое своеобразное испытание. Путь, может быть, даже найти себя, то есть, подумать, то есть, вообще, как бы, побыть с собой наедине. Ну, много, так скажем, вообще, и попросить за своих близких, за себя. Я уже иду четвертый раз с мыслью о том, что наше поколение за нами тоже пойдет. Самое сложное – начать. Здесь и те, кто решил участвовать в Великорецком крестном ходе, и провожающие. С легким сердцем провожают в этот путь даже детей. С легким сердцем отпускаете сына старшего. Да, он ходил у меня маленький, было тяжело, но сейчас уже не переживаю. Он один идет? С бабушкой у него есть сомнения, что будет тяжело или какие-то невзгоды придется преодолевать. Ну, вот по этому поводу разговариваем, почему надо эти невзгоды преодолеть все-таки. Сколько лет сына? 14. Это действительно испытание, потому что мы сами ходили в крестный ход. Вот, например, мы с мужем ходили, ну, сколько, пару раз. Это непередаваемое ощущение после крестного хода, как будто душа у тебя оживает и наполняется такой благодатью, что ждешь этого дня. Вот прямо с такой теплотой. И я думаю, что и у него в этот раз все хорошо получится. А в этом году почему я не вошла? Я только недавно приехала из Москвы, ездила к мощам Николая Чудотворца, поэтому у меня еще благодать как бы тут. Ну, и по семейным обстоятельствам. Еще у нас внучок есть, которого мы будем опекать, поэтому так как-то в этом году не удается. Есть среди крестоходцев и более юные. Девятилетний Максим Помилов отправляется в путь вместе с папой. Тебя не пугает вот эта длинная дорога? Нет. А уже ходил в какие-то, может быть, походы? Немного ходил. Хотелось как-то больше испытать себя, ребенку показать, что как. Ну, испытание в чем? В преодолении физических трудностей? Больше для себя-то моральных, а для ребенка физических, ну и опыт какой-то. Священнослужители называют крестный ход молитвой под открытым небом. Перед отправкой для прихожан прямо на соборной площади был совершен молебен. Я вот иду уже четвертый раз и не идти не могу. Просто когда первый раз сходила, ну, Николай Чудотворец, это чудо, которое живет, я не знаю, живет в наших сердцах. Я вот начиная с нового года, уже начинаю собираться в ход и все время думаю об этом, все время мыслю о том, как идти в страх. Чем ближе, тем больше страха. Отчего боитесь? Ну, это же все-таки испытание, и как бы плохо пройти это испытание тоже не хочется. Организация паломнических полевых лагерей, как вам идти? Очень хорошо. Это такая поддержка, когда, ну, как бы, все равно ход это труд, и когда натрудишься и знаешь, что тебя уже ждут, от этого становится легче идти даже. В этом году, как и в предыдущие семь лет, для слободских паломников организуется полевой лагерь. Сама я присоединюсь к нашим волонтерам завтра. В обед я уже буду в Монастырском, мы уже будем готовить традиционные пакеты, которые на входе в лагерь мы даем нашим паломникам, чтобы переход от Монастырского к Великорецкому. У них была вода, у них был хлеб, чай, сахар. Такой пакет мы приготовим, посмотрим, все ли готово к приему паломников. Город не будет обезглавлен. Во-первых, сотовая связь везде есть, во-вторых, первый заместитель главы остается в городе, и на эти два дня, понедельник, вторник рабочие, он исполняет мои обязанности. Четвертого числа вечером слободские волонтеры ждали паломников в Монастырском. В селе был разбит лагерь, в этом году приходом слободских храмов было выдано 200 карт паломников. К вечеру пятого числа крестоходцы добрались до Великорецкого. Слободские волонтеры встречали их и там. Общее число участников Великорецкого крестного хода растет год от года. Ожидалось, что в 2017-м в нем примет участие около 120 тысяч человек со всей России. 6 июня божественную литургию в Великорецком возглавил патриарх московский и всея Руси Кирилл. Затем традиционно была освящена вода на источнике и реке Великой. 7 июня паломники покинули Великорецкое, а завершается крестный ход вечером 8 июня. Субтитры создавал DimaTorzok